друзья всем привет приветствую вас на торговой сессии пятницы заключительный день очередной недели впереди выходные мое классическое традиционное напутствие многие знают о нем нужно хорошо провести выходные нужно сохранить бодрое расположение духа я прекрасно понимаю что из-за карантинных мер особо может быть и не разгуляешься но все-таки наверное немногое что у нас остается это возможность самостоятельно формировать влиять на свое настроение потому что позитивное мышление это то что поможет нам преодолеть любые трудности я признаюсь визуализирую что все в ближайшее время очень скоро закончится и уверен то что многие из вас поступают а также ну что ж давайте поговорим о ключевых фундаментальных событиях о том что случилось в ходе минувшего дня и о том что может произойти с рынком еще до закрытия текущей недели начнем друзья с новостей о количестве заболевших и статистика как вы поняли из названия брифинга она самая что ни на есть удручающая мы допускали что миллионы мы можем коснуться на выходных но вот опять же с опережением графика такие анти рекорды сожалению ставим миллион пятнадцать тысяч заболевших это уже на текущий момент количество летальных исходов перевалило за 53 тысячи география распространения собственно все ширится все больше заболевших в европе все больше заболевших в сша мы за этими регионами следим с точки зрения того что очень много объективных индикаторов по этим странам которые позволяют нам понять какой ущерб вируса оказывает этим экономикам ну обо всем порядку давайте начнем с нефтянки 28 62 это текущие цены на бренд хай друзья вы все прекрасно видели наверное самый главный вопрос который лично я слышал и видел в мессенджерах в личных сообщениях о том что с нефтью может быть кто-то из вас уже разобрался давайте если это не так попробуем разобраться вместе роста котировок черного золота последовал вчера за сообщениями о том что трампа провел переговоры то ли с саудовской аравии то ли даже в трехстороннем формате и с саудовской аравии и с россией а временно в результате которых было принято решение того что только россия и саудовская аравия реально могут повлиять на то что происходит на рынке сейчас исправить ситуацию поддержать цены и для того чтобы это сделать нужно всего лишь сократить объем нефтедобычи прозвучала даже цифра что снижение может составить 10 миллионов баррелей в сутки буквально через минуту друзья как только эта информация появилась на рынке со стороны кремля пришло опровержение что не было таких переговоров не обсуждали возможности снижения добычи на 10 миллионов и тем более россия не давала на это на добро какое-то время позитивные настроения еще поддержались на рынке поскольку со стороны опек пришли другие сообщения о том что они вот-вот инициируют экстренное заседание опека где будут обсуждаться все те же самые вопросы а теперь если копнуть глубже что же произошло факт переговоров между трампом с наследным принцем на саудской аравии и президентом россии относительно ситуация на рынке нефти как я ее вижу я вижу я абсолютно нелепой то есть и трампом фактически должен был попросить ребята снести объем нефтедобычи для того чтобы мы могли увеличить производство своей сланцевой нефтью и здесь можно провести параллели вот например вы бы пришли на какой-то рынок и попросили кого-то убрать палатку потому что вы хотите поставить на это место свою палатку мне не кажется что таким уж очевидным является положительное решение и вообще такого рода диалог возможен и тем более с каким-то позитивным исходом с точки зрения какого-то всеобщего решения о том что необходимо снизить нефтедобычу для того чтобы повлиять на ценовую конъюнтуру нефти если это так и если все-таки какое-то решение будет о сокращении это вообще зачем тогда все это затевалось раньше неужели никто не видел последствия того что происходит и потом что это за показатель в 10 миллионов баррелей это что значит что саудовская аравия как и россия как основные производители нефти возьмут на себя львиную часть безусловно этого показателя и снизит добычу примерно на 3-4 миллиона баррелей я тоже в это абсолютно не верю россия бодалась и выступила категорически против того чтобы дополнительно снизить производство нефти еще там на 500 600 тысяч баррелей а здесь речь идет уже миллионах но даже если произойдет какое-то чудо друзья и согласует сокращение добычи на 10 миллион вы должны понимать что из-за ситуации вокруг коронавируса спрос на нет снизился больше чем на 25 процентов если перевести это в цифру это больше 20 миллионов тут не поможет сокращение добычи на 10 миллионов поэтому я не вижу никаких причин для того чтобы говорить сейчас о том что котировки нефти развернулись и теперь будут только лишь расти если друзья ваши депозиты выдержали опять же вчерашний взрывной рост на вот этой спекулятивной новости и в бросе новостном непозволительно мне кажется прямо манипуляция рынка то тогда вы знаете как действовать дальше я надеюсь вы понимаете что короткие позиции в приоритете дальше идем индекс доллара как мы ожидали пробили мы уровень 100 сейчас 135 вчерашний отчет по заявкам на пособие по безработице это индикатор увольнений в сша и индикатор реального состояния американского рынка труда а может быть даже я индикатор индикатор текущего состояния экономики на фоне воздействия корона а вируса количество заявок выросло на 6 и 6 миллионов буквально две недели назад мы видели показатели роста на 32 миллиона поэтому совокупности сейчас за две недели американцы обратились за пособиями в общей численности в общем количестве в 10 миллионов человек переведем опять же это на язык процентов по безработице получается что уровень безработицы только за две недели скакнул на 7 процентов и интересное еще новость заключается в том что не успеваются обработать все заявки которые поступают на пособие то есть считается что текущий показатель который мы получили вот буквально вчера он занижен больше чем на 60 процентов а поэтому друзья следующая неделя следующий четверг когда мы получим очередные цифры нас ждут более удручающий показатель и наш прогноз вот прогноз о том что уровень безработицы в сша может перевалить за 10 15 процентов он фактически будет подтвержден и цифрами сегодня в 15 30 но он фарм пэрлс но я думаю что их влияние будет не таким значительным как например влияние заявок на пособие по безработице потому что но он фарм пэрлс это та статистика которая опирается на показатели трехнедельной давности за три недели уже много чего произошло и заявки на пособие по безработице указывают на реальные масштабы проблем которые пока что не будут учитываться в официальных цифрах по доллару друзья держим длинные позиции потому что интерес к американцу не просто так растет доллар начинает дисконтировать в себе интерес со стороны покупателей как валюта фондирования и защиты действительно я уверен то что это восходящая динамика продолжится и мы как минимум вернемся в район 103 по индексу американской валюты золото 1612 растем ближайшая цель 1650 биткоин также идет с летом европейская валюта снижается в принципе это было понятно и ясно ситуация а с вирусом она остается удручающей в италии испании растет количество летальных исходов фактически каждый день бьются рекорды а спад уже больше чем на 12 процентов это уж точно мы готовимся к страшным цифрам экономического роста во втором полугодии вообще нет никакого просвета опять же по макроэкономической статистике в плане позитива и ждем еще поддержки со стороны доллара для короткой позиции по евро и по фунту друзья 1.2369 текущие котировки сегодня в 11.30 выйдет отчет по сфере услуг ожидаем рекордное падение и наконец-таки я очень надеюсь очень хотелось бы увидеть чтобы давление фундаментальное оказало воздействие на британца потому что фунт как приклеенный опять же к узкому диапазону меньше чем в 100 пунктов держится уже в коридоре 1.2350 1.2450 фактически неделю евро уже ушел вниз а фунт еще чего-то ждет надеюсь что сегодня статистика по сфере услуг раскачает фунт и мы также пойдем ниже на этом все спасибо за внимание всего доброго до свидания